так друзья сегодня воскресенье 18 сентября завтра вебинар у нас будет вот такая тема я кино снимаю за одним и ты попал кадр дело в том тимофей николаевич проблема то в чем у нас сильно большой урожай груш мы уже собрали больше десяти ведер а там их вон полным полно что ж такое то дело в том что нам столько не надо и вот представляешь я тебе с тобой разговаривать как садоводом будущем вот дело в том что получил комментарий письмо из этого из уссурийска завтра покажу его скопировал на вебинаре а это уссурийская груша вот это то что собираешь а уссурийские оказывается груши заболели и в лесу дикие гибнут и те которые в садах они же дикие но как бы уже оккультурены тоже гибнут а ведь это самая мастерика в мире груша удерживает до минус 50 вот а я объясняю так своими словами я взял и на предыдущем вебинаре сказал ну куда нам столько груши никому они не нужны собрать мы соберем вот немножко продадим и основной выкинем представляешь вот я понимаю что тебе уже это тоже надоело вот это все насколько можно эти груши собирать а с другой стороны в россии все садоводство грушево основано на подвоях ну долго говорить потому что каждый второе слово должно быть матом а я же не могу при ребенке матом короче дело хреновое уссурийская груша как подвоя идеален вот давайте можешь иди сюда я никогда не готовлю хоть и есть такая злая шутка что экспром должен быть хорошо подготовлен да мы начали собирать вот они начали собирать груши вот я хочу это кстати страшная вещь когда груша отрывается вместе с этим с плодушкой но это только ради фильма и так идем сюда в тенечек солнце яркое так значит показываю тебе потому что вот этого стременка видишь она для тебя предназначена вот дед может свалиться старый уже 73 год пошел смотри это груша вот снимается так люди или ножницами или руками вот так и тогда что происходит и плодушка цела то есть я оторвал с плодушкой ради фильма вот чтобы видно было то на дереве вон они высоко и плодушка цела так сейчас посуду идет запись вот и происходит это самое как если надо будет лежать этой груши то тогда благодаря вот этому хвостику называется плодоножка вот это вот плодоножка вот нет не здесь она вот это это плодоножка вот эта часть где мы пались и тогда и груша дольше лежит потому что второй способ часто обрывается вот здесь и начинается загнивание не лежит ну что касается парши это самый сорт который один из лучших но все-таки он сырость терпеть не может вот отсюда результат ну а теперь тем не менее я бывало как делаю ножом вот это вот соскабливаю с воды видишь ножом только в данном случае ноготь вот и дальше я ем поэтому давай так я вот эту сам съем а вот эту я хочу чтобы люди посмотрели на твою физиономию попробуй вкусно или нет просто попробуй сладко еще а то вдруг подумать что я тебе подговорил но это не уссурийская груша а теперь пойдем уссурийскую попробуй что что ты собираешь у сей фильм очень серьезный так что выбери то которых ну позеленее не переспелая мы ждем когда они переспевают вот ты собираешь какие груши знаешь какие которые переспели чтобы у них были качественные семена созревшие давай поднимай выбери позеленее или пожелтей и попробую съесть перезревший все равно хоть чуть-чуть но кислоты стеряет ну возьми 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 быстрее ну давай клади в рот будем смотреть на тебя а ведь она все понятно так вот это кислая служит подвоем для этой вот итак подвой кислая в самом низу привык а вот это уже культурное единство что если не отрицательное качество она покрывается паршой но не потому что парша она съедает ее за что кушать хочет парша сперва ждет пока появятся мертвые клетки и только тогда садится на него парша еще раз вкусная еще покажи людям как ты ешь все значит это маленький кусочек фильма я сейчас пойду снимать второй кусочек уже без тебя короче решено наверное все россии нужны уссурийская груша чтобы все сладкие ели но соберем лежат три года они пользуются все это вот выкинем собрали мы десятки тысяч семян и продолжаем а у нас всего два таких дерева все я пошел снимать второе кино а еще хотел сказать по в этот фильм попала в кадр вот эта большая 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 куча хвороста вот чтобы не думали что у нас деревья гибнут уже несколько лет как у нас мучают пожары и с тех пор мы ничего не поджигаем она просто растет 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 и три четверти занимает огромное вишня которую мы спилили вот потому что уже дальше разрастаться было никуда вот поэтому не сочтите что у нас саду часто гибнут ветки в этом саду много раз были вот он сад давайте поищем мертвые ветки но это уже осень вот жердель с украины бельфер китайка вот она последние яблочки уже собрали их часть даже до семена вот завтра будет вебинар 19 я там буду о чем говорить правильно вопрос то был заданен видео упрека даже не вопрос а утверждение что я потеряю свою авторитет заработанный за 40 лет почти вот а почему потому что я продаю семечки в том числе культурных яблок и культурный груш ну про понятно будущее подулая культурная зачем ну давайте так наверное я сейчас останавливаться не буду но ну потом это будет вторая серия давайте посмотрим посидим вот тут вот тут посидим давайте посмотрим и так проблемы две первое буквально в научных садовых скрижалях записано уничтожьте нижние скелетные ветки дерево не имеет права быть вот злоба ненависть к ним страшно потери миллионы деревьев потому что остаются раны от них раз и это первое а второе теряется часть урожая это само собой вот пожалуйста плодносит только парочка скелетных веток которые подлежат уничтожению вот так научили моих оппонентов выпускницы темирязевской академии их преподаватели в темирязевской же академии вот я накинулся один раз на поливкину ангельский голос удивительная женщина ей бы проповеди в это само церкви читать люди бы обливались бы слезами и это самое еще сильнее бы верили бога но произошло наоборот вот третий миллион человека научит уничтожать деревья в том числе вот о чем мы сейчас говорили порежать скелет много отрезать ветки толщиной мою руку мою ногу вот я один момент такой я когда на нее накинулся я взял у нее прям на канале разместил кино примерно такое же содержание что это страшно это опасно нельзя этого делать у нее нашелся только один аргумент она не не уничтожила этот ролик который научил 20 миллиона человек уничтожать деревья нет она написала что это если есть люди которые со мной не согласны но имелся ввиду железу конечно но при этом при этом значит у нее из железный козырь ложатся ветка на землю и плоды гниют ну давайте искать во первых она наверняка имела ввиду черный пар то есть когда вокруг черная грязная земля хотя я считаю что в саду грязи не бывает но и делают как вы не сажает дерн получается действительно грязь давайте посмотрим на эти яблочки ну-ка вот они видите это антоновка вот ее размер 1 2 ну что грязные для чего я держу те этот самый только кашу траву и получается дерн пони для чего третья так сами они отваливаются видите как у них остается черешок такой плодоножка остается видите вот вот плодоножка вот плодоножка вот плодоножка это я к ним не подходил чтобы сами падали еще не все упали чтоб не думали откуда-то мог притащить другого места полюбуйтесь на это чудо вот я размер от еще крупнее тут уже 500 грамм вот тут уже 500 грамм вот видите если видно мои пальцы вот так она официально называется антоновка 400 граммов и так я категорически противник того чтобы отрезать нижескалетные ветки что это одно из самых страшных ошибок допущенных уже даже научным садоводством иначе бы выпускницы мерязевки не учили в свою очередь на канале где больше миллиона подписчиков вот такие масштабы приобрело это бедствие вот видите еще раз сюда заглянем вот они еще висят они действительно лежали на земле то когда упали вот эти тогда ветка немножко приподнялась но еще раз я не нашел никаких следов гниения якобы ямочки испортятся якобы никаких следов не нашел абсолютно чистые могут лежать до весны это антоновка вот самое страшное заключается в том что оппоненты не могут кроме этого глупого понятно они подразумевают что яблоки бы наклонилась ветка яблоки бы наклонились так что лежали бы на грязной земле и могли начать гнить но как видите ничего не сгнило вот поливкина третий миллион пожалуйста уничтожьте это потому что самое страшное все благодарят голос ангельский вот теперь мы знаем как уничтожать а в смысле как ухаживать за деревьями вот а фактически уничтожать вот это я остановился присел отдохнул и снова пойду работать это очередной фильм может быть разделен на два первый про уссурийские груши а второй вот и про это яблоню которую я просто обязан был то что делает миллионы уничтожить вот эти нижние скелетные ветки давайте еще полюбуемся вот это я вот и не хочет отваливаться да давайте мы вот оно самое крупное у меня было еще крупнее но мне пришлось его забрать потому что завтра вебинар она упала чтобы показать как вам как бы оценить этот этот размер 500 грамм вот рука вот рука от и самый главный почему им учились то почему я его не оторвал для при для того чтобы показать нагляднее потому что только когда упадет собой вот они упали только когда она упадет сама сейчас подлиннее на иду в черешу вот видите вот в этом месте а на плодушке остается тоже хвостик этот хвостик будет долго отсыхать и подушка в зиму уйдет ну вот пожалуйста вот эта плодушка уйдет в зиму не знаю видно ли вам не видно сейчас вот этот хвостик плодушка уйдет в зиму совершенно вот сейчас по-другому сяду вот она видит зиму уйдет это тоже яблоко вот-вот отвалится вот ну давайте вот мне самому отвалить нет не хочешь падать принцип такой должно упасть тогда эта плодушка на следующий год опять заплодоносит вот понятно вот эта плодушка на следующий год заплодоносит вот там листики это буду тут будущее здесь вот будущее плодовой почки еще только начинает заниматься развиваться все друзья я надеюсь что этот фильм принесет вам пользу вот если принесет пользу я за такие фильмы плачу каждый раз для того чтобы вода оформить чтобы была там музыка что было вставочки и я попрошу прошу каждый раз девочку студентку помочь с оформлением и за это я плачу каждый раз 200 рублей вот и таких фильмов уже тысячи практически за все фильмы заплатил я сам вот но несколько десятков все-таки оплатили вы даже нет не несколько десятками нужно добрых сотнях вот давайте продолжим хорошую традицию у меня есть телефон восемь девятьсот шестьдесят семьсот семьдесят шесть восемьдесят шесть восемьдесят шесть семьдесят два и этот телефон очень нужен потому что на нем это на карту сбербанка с его помощью можно скинуть эти самые 200 рублей и вы станете причастными если вот такой фильм покажется вам нужным вот красота какая да вот они сейчас приподниму вот такие ветки которые лежали на земле и теперь вы не будете бояться и не будете уничтожать эти ветки столько на выдумали всякой ерунды да ладно ерунда это ладно это не просто ненужная работа это опасная вредная для дерева работа вот вот такие дела все друзья давайте заканчивать теперь уже окончательно восемь девятьсот шестьдесят семьсот семьдесят шесть восемь шесть семьдесят два каждые 200 рублей это еще один фильм мне одному уже не могу оплачивать вот а бесплатно бесплатно ну меня упрекают мне упрекают часто я должен раздавать семена бесплатно прям таки обязан найдется как у кого-то лишних 100 200 рублей приглашаю в компанию мы будем числе тех кто уже не потребляет а тот кто учит хорошим благородному слову садоводству и